Владимир Вольфович Жириновский еще в декабре рассказывал, что за полтора года 8 раз укололся разными вакцинами. Сделал, говорит, 8 уколов, не заболел, а если бы сделал 4, то, возможно, меня бы где-то прихватило. В декабре Жириновскую, к счастью, не прихватило, а вот сегодня его госпитализировали. При этом, по сообщениям источника РБК, его подключили к аппарату ИВЛ, и находится он в критическом состоянии. Значит, телеграм-каналы сообщают, что у него поражено от 50 до 75% легких, это очень серьезно, и, значит, двусторонняя пневмония на фоне коронавируса. А в пресс-службе ЛДПР заявляют, что вообще политик себя чувствует хорошо, и все вообще нормально. Да, все нормально, никакой паники, все будет хорошо. Слушайте, ну, конечно, я Жириновскому желаю здоровья, он все-таки должен дожить до суда, как говорится, народ должен воздать ему за все то, что он сделал на протяжении 30 лет как политик, натворил на протяжении 30 лет как политик. Поэтому надеюсь, что он поправится, да, и коронавирус его, как говорится, отпустит. Но между тем, представляете, просто насколько сейчас напряжены ребята в администрации президента. Вы просто представляете, вот эта закостенелая, сформировавшаяся, устоявшаяся политическая модель, в которой Жириновский играет очень весомую часть. У него отведена роль оттягивания на себя людей, которые настроены протестно, которые хотят изменений, но которые клюют на вот этот вот, значит, этот эпатаж, эти бесконечные крики, которые ничем не заканчиваются, даже хотя бы голосованием, да, которое совпадало бы с тем, что Жириновский говорил. Тем не менее, представляете, просто, если вот Жириновский, коронавирус или время, или что-то другое случится, вот такая вот трагедия, Жириновского заберет время. Просто представляете, насколько это разбалансирует политическую систему России. Что ЛДПР, одна из ведущих партий, так или иначе, пририсовками, я не знаю, жульничеством, обманом, не суть важна, но она, блин, аккумулирует огромное количество людей внутри себя. И эти люди вдруг будут столкнуться с необходимостью делать новый выбор. И, естественно, это будет не в пользу единой России. И поэтому я думаю, что там сейчас брошены все не просто российские, мировые, наверное, медицинские, значит, лучшие умы, чтобы Владимир Вольфович спасти. Не знаю, какие ему лекарства там предоставляют, но что-то мне кажется, что это не на уровне среднестатистического гражданина. Вообще, мне интересно, да, посмотрите, вот депутат, да, слуга народа. Интересно, вот он в какой больнице лежит, как вы думаете? Центральная клиническая больница города Москвы. Интересно посмотреть его палату, да. Что-то мне кажется, что это ни в коридоре, ни на полу, как кладут пенсионеров или многодетных матерей. Что-то мне кажется, что это чуть больше, да, чуть лучше условия. Ну да ладно, я, знаете, с какой мыслью сталкиваюсь? Вообще, так вот от фигуры Жириновского отойдем. Страшная ситуация, да. Человек вот лежит, его жизни угрожает, значит, вирус, да, опасность угрожает. Вот как вы думаете сейчас, сколько людей переживает за Жириновского? Сколько сейчас людей, да, как, ой, вот бы выкарабкался наш касатик, вот бы сейчас вот, все бы было хорошо. Но я вот не верю, что люди в стране реагируют на эту новость так, да. То есть Жириновский себя настолько дискредитировал, что вместо какого-то сострадания, сожаления, люди, я не знаю, не то, что, наверное, улыбаются-то, может, и нет, да, но воспринимают это с некой такой иронией, да. Человек, который рассказывал, что он там 6 раз, потом 7 раз, потом 8 раз, он там путался, вспомните, в показаниях, сколько раз он привился, да, от коронавируса. И тут вдруг вот на тебе в больницу отвезли, да, с поражением легких 70%. Вы знаете, Жириновский настолько часто ставил на себя вакцину, ну, знаете, наверное, можно сказать, что он это делал чуть реже, чем ходил с мальчиками в баню, да, помните, вот эти сокола Жириновского, которого на матрасах его таскают, какой позор на всю страну. И вот столкнулся, значит, с тем, что его госпитализировали. Конечно, первая мысль, которая мне приходит на ум, действительно Жириновский прививался. Ну, если такое количество раз он ревакцинировался и делал это настолько часто и системно, в его теле должно быть огромное количество антител, да, значит, в его организме должно быть большое количество как бы антител, которые противодействуют вирусу этому. А он, вот видите, не просто заболел, а еще и находится в тяжелом состоянии. Чтобы вы понимали, 70% поражения легких, это очень серьезно. То есть, это не просто аппараты ВЛ, это врачи будут бороться. Слушай, это реанимация, интересно, как ты думаешь? Наверное, реанимация. Ну, ИВЛ вообще, насколько я понимаю, подразумевает все-таки реанимацию. То есть, это ситуация, при которой человек находится в тяжелой форме. То есть, его жизни угрожает опасность. Здесь варианта два. Либо разговоры о вакцине, о ее сверхсиле преувеличены. Ну, согласитесь, серьезный удар, да? По пропагандистам, которые говорили, что все нормально, там, пожизненный иммунитет, или хотя бы на два года, или хотя бы на полгода. А даже если вы и заболеете, то это будет в нетяжелой форме. А даже если в тяжелой форме, то это дальше там ничем летальным не закончится. Ну, согласитесь, как-то не вяжется с этими россказнями. Либо Владимир Вольфович с нами был не до конца откровенен, когда рассказывал о том, что он вот такой вот, значит, самотверженный человек, готов вот на себе бесконечно эти вакцины ставить. В общем, интересно ваше мнение, друзья. Переживаете вы за Владимира Вольфовича или нет? Пишите ваше мнение в комментариях. Если не переживаете, какие чувства испытываете и почему, обязательно напишите, потому что власть иной раз, в том числе тот же Жириновский, относится, я не знаю, ко мне как к политику. У нас есть несколько видео, где он высказывается, да? Очень скептически, да? Называя нас преступниками, да? Обвиняя в тех или иных уголовных преступлениях. Что ты говоришь? Ну, экстремистом он тебя, по-моему, назвал. Экстремистом он называл, да, и так далее. Чтобы у них не было, как говорят, скозыря говорить, что это вечно недовольная оппозиция, они все равно всем будут недовольны. Пусть это мнение будет не только от имени Николая Бондаренко, не только от имени коммунистов, но и, собственно, все граждане выскажут его, поэтому оставляйте мнение в комментариях. Ну, говоря о том, насколько индифферентно и ужасно воспримут, или ужасно воспримут эту новость россияне, конечно, остается под вопросом, ну, кроме администрации президента, но я думаю, что некоторые соколы Жириновского могут расслабить булки. Так и есть.